Итак, это естественно Аворион, мы с вами продолжаем и у нас с вами тот маленький кубик. Ничего страшного, не произошло, меня никто не убивал, я убил сам себя. Я молодец, потому что я не подумал об одной маленькой штуке. У нас с вами есть такая вещь в строительстве корабля, давайте покажу. Это важно. У нас есть запрет на удаление блоков, то есть в безопасном режиме мы можем удалять только выбранные блоки или корабль. Если я его отключаю, я могу удалить все что угодно. Я могу вот это выбрать, то есть например вот так вот смотрите, выбрать прямоугольником, выбрать все и свой основной блок тоже убрать. То есть если я нажимаю delete, он удаляется и мы с вами оказываемся типа мертвыми становимся и собственно говоря теряем корабль. Вот, и да, я могу сейчас прилететь обратно куда-нибудь там на судоверфь, условно привет, бла-бла-бла. А это у нас не то, это торговля ресурсами. Ну, здесь в этом регионе есть судоверфь и в общем нас перекинуло в стартовую локацию, то есть вот сюда. Были мы с вами довольно-таки далеко отсюда, но фишка в том, что это даже хорошо, потому что я здесь хотел еще выполнить парочку заданий. Они для нас довольно-таки простые будут, ну и плюс я вообще хотел сегодня в этом выпуске начать его с постройки нового корабля. Так скажем, более красивого, более интересного, давайте все обратно поставим. Но при этом, я не знаю как получится, эффективно или нет, у меня сейчас есть 282 тысячи наанитов. Я парочку субсистем потерял, очень обидно, очень обидно, очень хороших субсистем. Потому что удалил, а они были вставлены в слот, и они, я так понимаю, исчезли. Их сначала нужно было вынуть, потому что они были вставлены перманентно. Там есть такая опция, и нужно их сначала рядом со станцией, на которой продаются... А здесь есть такая станция или нет? Здесь есть верфь... Стоп, подожди. Как странно, у меня вообще в стартово здесь верфь есть. Да, вон там, смотрите, вон станция. Эта станция называется... Склад снаряжения, да. И вот, подлетая к ней на 3 километра, то есть в радиусе 3 километров вокруг нее, я могу вынимать вот эти системы, которые вставлены перманентно в, собственно говоря, ячейки. То есть, что это имеется в виду? Если я ставлю сюда, она просто работает. Если нажимаю установить несъемно, то вынуть ее можно будет только там. А иначе она у тебя просто разлетится. Ну, у нас, в принципе, есть энергия, у нас есть турельки. Одну сиреневую потерял, очень хорошую. Да, печалька. Но самое главное, что детектор объектов у меня на месте и... и бокс. Все окей, забыли про это дело. Я вот вам сам себе напомнил, что такого делать нельзя. И вам видео показало, там, возможно, кому-то спасет его задницу. Так вот, я сегодня хочу построить... Да, я хочу построить красивый корабль. Я надеюсь, что получится. Для начала мы с вами, естественно, у нас будет центр корабля. Это вот здесь вот. И от него будем скакать. Давайте увеличивать. Я думаю, что мы с вами... О, стоп. Вот так вот раз. Подгоним по размеру. Сразу включим отражение по иксу. Икс, естественно, проходит по центру вот этой штукенции. И от нее будем скакать. Это будет даже не центр корабля. Это будет его задница. И генераторы будут спрятаны у него в заднице. Потому что по заднице прилетает относительно меньше всего урона. Какая клавиша-то? Вот, вот эта. Мы сейчас с вами растянем вот таким образом. Мне нужно как можно больше. Как-то вот так вот. Мы с вами получаем 20, 75. То, что нужно. Дальше мы с вами поставим обязательно сюда аккумулятор. Я сейчас не знаю, сколько он будет у нас с вами хранить. Но будет хранить много. Это будет самая защищенная часть нашего корабля. По возможности, естественно. Ну, естественно. Все, что угодно можно разнести. И опять же, видите, у меня получается раз, два, три. Три генератора. То есть, если нам разнесут его, то это не так страшно. И по поводу аккумулятора я тоже думаю, может быть, поставить его по Y, отразить. И поставить один... Нет, вот это выключим. Один сверху, другой снизу. По той же самой причине. Только сейчас неровно вышло. Ну-ка, поровнее как-нибудь. Вот так вот раз. И мы получаем с вами... Нет, слишком много. Это так много мне не нужно. Это я разогнался. Ну и следующее. Это у нас с вами толкатели. То есть, мы с вами будем ставить их на краях нашего корабля. То есть, на как бы крыльях его. Ну, это не совсем крылья, но что-то типа того. Вот. И нам нужно, чтобы они смотрели... Смотрите, вот по краям они будут стоять и смотреть вверх-вниз. Это обеспечит ему возможность вращаться очень быстро. То есть, вокруг своей оси. Сами понимаете, что один дует вверх, второй дует вниз. И он начинает вращать. То есть, бочку можно делать. Во, по-русски. То есть, а если я, например, их поверну. Смотрим. Вот так вот. Сейчас мы их только выровним. У-у-у, классно получилось. Нет. Вот так вот раз. И теперь вот так. Я, на самом деле, в первых выпусках многое забыл. Ну, потому что давно не играл. И, может быть, стоило немножко посидеть, повспоминать. Но сейчас в процессе игры вспомнил. Если мы поставим вот сюда. То мы получаем по вертикальной оси. То есть, этот дует вперед, этот дует назад. Он у нас будет просто поворачивать влево-вправо. Если я все правильно понимаю. И подангажу. У нас с вами тоже уже 4 радиуса. Слушайте, у нас с вами получается сейчас с этим все хорошо. Да и мы в будущем еще с вами не раз перестроим корабль. Есть. Инерционные гасители стоят. Теперь, собственно говоря, сам двигатель, опять же, из-за нитов. Я их постоянно еще неправильно называю. Давайте увеличивать вот таким образом. Есть. То есть, у нас с вами 2 стоят вот так вот. Х просто отключаем. Тебя уменьшаем. Раз. Двигаем. Хорошо. Нам нужен хороший мощный двигатель. Ты стоишь вот здесь вот. Есть. Готово. Следующее. Мы с вами сделаем такой, значит, запасной грузовой дрюм, который всегда должен быть со мной. И который не будет у меня, так скажем, отцепляться от моего корабля никогда. То есть, он будет не очень большим, не очень вместительным. Но это вот для каких-то таких очень ценных вещей, которые мы все-таки находим в бою. Или еще с кого-то выпадает. Вот. И он будет стоять вот здесь вот. Просто немножко прикрывать. У нас с вами нос. Нормально. Хорошо получилось. Вместительность. 216. Да вполне. Господи. Этого просто с глаза. Я не знаю, красить, не красить эти блоки. Мне кажется, смысла особого нет. Но мой старый цвет, вот этот, который я выбрал изначально, где он там красивенький. Я его случайно убил вместе с кораблем. Так жалко корабль. Вы не представляете, как жалко корабль. Вот. Вот такой, знаете, больший такой. Какой-то стальным отливом таким немножко. И он с зеленым очень хорошо смотрится. Мне кажется, тормозящих блоков очень мало. Этого будет крайне недостаточно. То, что у нас с вами происходит сейчас, это еще только заготовка корабля. Как я и сказал, нам нужно поставить обязательно сюда жилой отсек. Я думаю, что у нас жилые отсеки пойдут сейчас с двух сторон вот здесь вот. Давайте их уменьшать. Нам еще нужно будет вас защитить. Вот так вот. И один отсек пойдет сюда. Врубаем сразу X. Не забывай, что вот здесь вот. Хорошо. Как-то вот так вот. Да? Нормуль. Экипажа на 119 человек. Хорошо. Нам этого пока что предостаточно. Они у нас симметричны. Теперь, со с двух сторон. Сколько у нас с вами получается сейчас? 2000 это 6 ячейк. Это максимально. Нам нужно все равно где-то 1300 сделать, чтобы еще защититься. Чтобы иначе... Ну, представляете, нам что-то отбивает. У нас становится меньше 2000. У нас одна система выпадает из ячейки. Генератор щита. Обязательнейшая штука. Я не знаю, как он точно работает. Давайте почитаем. Создает энергетический щит вокруг всего корабля. Чем выше класс используемого материала, тем сильнее генерируется щит. Так. Функциональный блок покрывает весь корабль. Вот с этим, честно говоря, не совсем понятно. Но мы поставим с вами довольно-таки большой. То есть... Вот так вот. Бах. И требуемая энергия у нас уже 12.64. То есть... По сравнению с тем, что было, мне кажется, это гораздо круче. Что у меня происходит с... Моими... Моими экипажем я не понимаю. Скорее всего, я профукал еще и экипаж. Ох. Выдал. Бывает, друзья. Бывает. Но это еще абсолютно точно не все. Мы с вами обязательно поставим генератор полицелостности. Наверное, у нас генератор полицелостности пойдет... Мы их выключим просто по центру. Понимаете? Он нам с вами таким образом будет давать охват всего корабля. И он будет вот так вот. Вот. Дальше. Я думаю, что это нужно еще обязательно будет все закрыть броней. Есть. Ммм... Гироскоп. Массив гироскопов. Это для вращения. Окей. Мы с вами причаливаем. Наем экипажа. Я так понимаю, что это должно, естественно, нам улучшить наш корабль. Так. Мы можем прямо сейчас посмотреть. Нам нужно... Артиллеристов не требуется. Шахтеров не требуется. 8-5. Я думаю, что мы нанимаем по полной. То есть все, что у них есть. Пускай будет 13-13. Это так или иначе пригодится. Нанять-нанять. Артиллеристы. Пускай еще один будет, просто чтобы было 10. Ну вот так. Мы поставим с вами пушки. То есть... Это тоже нам все пригодится. Ну что. Теперь заходим в экипаж. Автоназначение. Не хватает нам инженеров. Пока что. Видите, чтобы 200% сделать работоспособность. Если я зайду сюда, здесь тоже у них все тухло. Можно было бы взять члены экипажа вот таких вот. Но я не хочу. Я очень-очень расстроен. Кстати, нет капитана. Да, у нас еще времена этой станции нет капитана в поиске работы. Хорошо, хорошо. Мы найдем капитана. Это нам тоже нужно будет. Наним экипажа здесь тоже. Давайте туда долетим. Все, у нас, как видите, уже все. Они начали работать. Мы стали нормально летать. Хорошо разгоняться. Торможение. Вот. Вижу, что торможение плохое. Нам нужно... Так, сюда этот летит. Тихо, 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 тихо. Сейчас будем улучшать. Давайте. Найм экипажа. Также всех просто я забираю отсюда. И немножко инженеров. И можно даже немножко этих ребяток. Нанять. Смотрим. У нас с вами огромное количество денег. Так что это не проблема. Вверх поворот, вниз поворот. Очень все плохо. Но это мы сейчас с вами исправим. С этим все будет нормально. Вот. И нам с вами нужно еще торможение. Потому что тормозит он убого. Очень убого тормозит. Торможение поставим, наверное. Мы с вами сейчас уменьшим размер. И поставим по центру. Давайте. Торможение будет у нас где-то вот здесь вот. Вот этот центральный блок. Хорошо. Набрали мы с вами там свои 600. Да, торможение гораздо стало лучше. Все. Окей, с этим разобрались. Больше торможения не нужно. Потому что мы сейчас с вами еще будем сюда броню вешать. Нам еще понадобятся сюда, наверное, двигатели. И рулевые. Вот толкатели такие и такие. Потому что... Давайте это выберем. Ctrl-C. Ctrl-B. Поставим сейчас еще сюда, да? Ну и чуть-чуть добавим с вами смарт-корпусов, потому что не хватает вычислительной мощности. Это нам нужно для того, чтобы просто-напросто, если нам что-то сбивают отсюда, нас это все сжило. Все это сжило было и с этим ничего не происходило. Вот. А я думаю, что мы с вами объединим как-нибудь вот как-то вот так вот. Это пойдет вот сюда. Но, в принципе, этого достаточно. И теперь следующая проблема, которая у меня есть. Ну, то есть броню нужно ставить. А броня у нас есть только из титана. То есть из... На НИТ у нас брони нету. На НИТа. Ладно, хорошо. Сейчас быстренько все закрываю броней. Броней закрывать очень легко. Потому что мы с вами можем Shift нажать и просто ставить сверху броню. Вот и все. Она точно такая же получается, как предыдущий блок. То есть на который мы его с вами ставим. Это у нас с вами сейчас обязательно все будет очень толстым. Очень все защищенным. И вот с этой стороны мы, наверное, тоже с вами... Но здесь просто будем делать толстую броню лобовую, чтобы если вдруг с кем-то мы с вами сталкиваемся... Господи, что я сейчас сотворил? У нас с вами лобовую нас не могли пробить. Ну что, как-то вот так вот. У нас есть незаконченные части здесь. Тут нужно кое-что еще добавить. Обязательно вот тут вот. Потому что... Иначе мне не нравится это дело. Опасно. Закрыть с этой стороны, чтобы переборку нам не сбили. Вот. Вот такой абсолютно черный, типа неинтересный корабль. Но интересность всегда можно добавить очень легко. Мы с вами выбираем вот такие блоки светящиеся. Это у нас просто светящийся блок. Ничего он не делает. Он просто светящийся блок и все. И смотрите, если мы с вами ставим его, он добавляет нам освещение. То есть, таким образом можно при помощи этих блоков очень-очень классно украшать корабли. Это, конечно, долгий процесс и сложный. То, что мне сейчас сделано, это не самый лучший вариант. Ой, стоп. Нись. Нам нужно ИС. Не самый лучший вариант. Но мы с вами, из-за того, что у нас нанятные как раз движки, сейчас будем ставить еще вот эту красоту везде. Вот так вот раз. Во-первых, нам будет понятно, что у нас где. Вот. И кораблик у нас с вами так немножечко будет более четко выглядеть. Вот. И потихонечку даже светится. Эту часть я не могу закрыть, здесь мешается. Ладно, не страшно. Вот что-то типа того я хотел сегодня построить. Я все равно недоволен еще пока что. Я давно здесь не играл, давно не строил. Поэтому получилось не так красиво, как бы мог построить человек, который много играет, у которого лучшее воображение, чем у меня, так скажем. Но что-то я уже придумал, что-то интересное. Есть. Хорошо. Это пошло сюда. Ты будешь черного цвета. Ну или серый тень. Без разницы. То есть это у нас корабль, который еще пока что не летает. Давайте смотреть, насколько он вообще летает или не летает. Броня, она тяжелая. И мы очень плохо разгоняемся. Ну вообще-то... Да не, нормально. Тормозим. Да уж. Посудина реально тяжелая. Серьезно. То есть, ну, это нужно учитывать. Можно в нее добавить еще двигатель. В общем, в принципе, доволен кораблем. Я не знаю, как я это смонтирую. То есть, может быть, смонтирую покороче. Здесь у нас пока что недоступно. Это мы с вами ставим детектор объектов. Он будет сниматься, одеваться. Ну и дальше, если мы с вами хотим, там, дальность радара, дальность прыжка, там, не знаю. Видеть, что мы с вами добываем, сколько там, какое количество. У нас с вами всегда есть такая возможность. Плюс это все нам еще нужно будет куда-то сбагрить. Так. Дальше смотрим по пушкам. Я понимаю, что мы с вами очень много сегодня строим. Но это, типа, не самый лучший корабль. Но я, в принципе, даже доволен его внешним видом. Я действительно доволен. По центру я специально построил такую штукенцию. Потому что здесь есть пушки, которые стреляют на очень большое расстояние. Но у них огромная отдача. Отдача передается в ваш корабль. И если я поставлю их вот сюда на нос, у меня будет нос задирать. А если я поставлю ровно по центру корабля, то все будет замечательно. И, ну, просто пока что у нас с вами такой нету на данный момент. Но у меня такая была. Но я ее потерял. Но она была. И пушки могут состреливать. То есть, почему у меня, например, вот здесь вот такая махина. А перед ней вот такая махина. На эту махину я ничего ставить не буду. Я буду ставить сюда. Потому что пушки могут сострелить. И нам нужно сейчас просто поставить оружие. Я думаю, что такая вот. Вполне себе пошли. То есть, это у нас с вами сейчас идет. Их соотключаем. Здесь у нас нету, так как нету двойных пушек. Это обычные. На расстоянии 3.59. Нужно еще учитывать, какую дистанцию ты ставишь. 3.17. Ну, хороший урон. Ну, в общем, сейчас буду ставить простые обычные пушки. Обязательно поставим плазменную пушку. Потому что мы с вами уже подбираемся к территории, где у врагов есть щиты. Так что плазма как раз щиты очень хорошо пробивает. Область 6.84. Дальше у нас с вами сдвоенное жало идет вот сюда. Мне бы что-нибудь на большую дистанцию, пожалуйста. Антиматерия хорошо бьет по корпусу. Тоже ставим. Ячейки турели у нас с вами боевых есть вот таких вот. Не боевых 14. Защитных 11. Как понимаете, нам нужно все это дело учитывать. Во, все, да. Вот теперь гораздо лучше. Все, теперь гораздо лучше. То есть я прям чувствую, что оно стало лучше поворачиваться. Лучше гасится скорость. Все, вот это то, что нужно. Вот такой корабль себе я оставлю пока что. Я его еще, наверное, улучшу, безусловно. Но это со временем в процессе использования буду потихонечку улучшать. Ну и на самом деле следующее задание, которое я хочу сделать, оно у нас с вами вот здесь вот, смотрите. Оно давно висит, я очень давно хочу этим заняться, ну, естественно, под запись. И все время, когда записываю выпуски, прохожу мимо. Здесь всего 50 тысяч награда, но вот эти вот новые возможности, оно отмечено сиреневым. И, в общем, какая-то изи или какой-то изи связывается и говорит, что мне нужен, мне нужен кто-то, владеющий особыми навыками. Но такую работу доверишь не всякому. Давайте встретимся в надежном месте, чтобы я могла определить, достойно ли вы тех огромных вознаграждений, что я могу вам предложить. Изи. А вот тут вот корабли, стратегии, капитаны и сигнал бедствия. Но сигнал бедствия, это, скорее всего, просто пираты, то есть это не так интересно. Давайте-ка сейчас на секунду откроем сейчас наши задания, а не вот тут вот. Еще раз посмотрим. Корабли, стратегии, капитаны. Прочитать последние отыскатели приключений, встретиться с искателем приключений в секторе таком-то. То есть это задание появляется только после того, как мы с вами капитана нанимаем. Ну-ка, он приветствует нас. Энтер, ответить. Окей. Привет, спасибо, что прилетели. Я перпинил все, что было возможно, чтобы вернуть ваш корабль, но вы? Мне очень жаль. Но я бы хотел компенсировать это вам. Поэтому вы можете взять один из моих кораблей. Леди Анвенчурас. А еще, раз уж на то пошло, я по-быстрому покажу вам, как управлять находящимся в одном с вами сектором кораблями. Вы уже видели интерфейс стратегического режима? Он очень удобный. Давайте научу. Откройте стратегический режим с помощью кнопки на стратегический режим и прочтите статью энциклопедии, если еще не сделали этого. Там вы найдете всю важную информацию. Фига себе объяснил. Спасибо. Затем прикажете Леди Анвенчурас вас сопровождать. Если не уверены, можете выйти из стратегического режима и еще раз спросить меня. Ну, то есть, стратегический режим. Взаимодействовать. Это он. Выбираем ее. Взаимодействовать. И приказать. Можно переместить экипаж, груз, истребители. Приказать. Ну, например, очищать, сопровождать, ремонтировать. Но если мы тогда сейчас с вами добавим добывающие турели капитана, то она сможет, естественно, добывать руду. Давайте сопровождать. Хорошо. Это можно закрыть. То есть, это стандартная обучающая миссия, я тебя понял. Вы можете приказать кораблям делать много различных вещей. Например, лететь в определенное место, добывать руду или выполнять стыковку. Для простых задач даже не нужен капитан. Автопилот сделает все за вас. В отличие от автопилота, капитаны – опытнейшие специалисты, которые работают полностью независимо и могут выполнять различные долгосрочные задания. Вам просто нужно назначить их на должность капитана корабля, и они готовы к работе. Они даже дают бонусы вашему кораблю в зависимости от своего класса. После этого вы можете отдать им различные приказы на карте галактики. Например, летать для вас по торговым маршрутам, в течение длительного времени добывать руду или утилизировать лом, или даже отправиться на разведку секторов или в экспедицию. Экипаж Лерден-Довенчура согласился работать на вас. Я хотел бы передать ее вам навсегда, ведь я все еще должен вам корабль. Как насчет назначить на нее вашего недавно нанятого капитана? В любом случае, я отправляюсь на поиски способа пересечь великий барьер. Увидимся. Ну, да, хорошо. В общем, скорее всего, вот так мы с вами и сделаем, потому что это очень удобно. Приветствовать. А, это Джиджмин. Нам нужно это выбрать. Давайте переместить туда нашего капитана. То есть мы просто его перекидываем. Ээээ. Слишком далеко. Да. Давайте поближе. Здесь буквально нужно подлететь вот так вот где-то, да. Все-все-все, достаточно. Тормозимся. Ну, такой ничего себе кораблик. Перемещаем. Пускай будет контрабандист. Хотя бы. Это более-менее безопасно. Давайте приказы. Совровождать меня. Мы нафиг отсюда валим, честно говоря. Ставим сюда координаты. И я думаю, мы с вами поступим следующим образом. Да, тут у нас с вами еще одна штучка, которую я хотел сегодня в этом выпуске потрогать. Так. Небольшая группа инопланетных кораблей. Не, мы валим отсюда. Валим, валим. Если не стрелять и не использовать никакие пушки, они на вас не нападут. То есть к сатанам просто так не нападают. Если вы при них начинаете добывать, ну, то есть любые пушки, даже лазеры для добычи используете, то они сразу на вас нападают. Я хочу, чтобы она просто подобывала у меня железо, потому что железо мне на починку этого корабля понадобится, видимо, очень много. Я сюда очень много тормозящих блоков поставил. Блин, там червоточина. Причем червоточина шикарная. Смотрите, куда она ведет. Она ведет прямо в центр. Но она может, например, через центр кинуть меня на другую часть галактики. Посмотрим. Я хотел бы исследовать сегодня в этом выпуске, но для начала мы сейчас с вами переводим вот туда. Нам бы на самом деле капитана шахтера, это было бы просто шикарный контроводист. Ну, типа такое. Единственное, что я хочу сейчас посмотреть, пощупать у нее. Ты где? Ага, мы вижу. Давайте поднимемся на борт. Есть. Дальше. Инвентарь. Субсистемы. Обеспечим субсистемами, на самом деле. Управление турелями. Я думаю, что синие поставим. Автоматически. Вот, поставим парочку тут таких вот. На турели. Что там такое? Энергии, да? Ладно, это уберем. Слишком много. Что-то мне не нравится, как он работает. То есть у него с энергией все отвратно. Мы можем добавить немножечко генератора на Нита. Что бы нет. Я надеюсь, что он не будет ни с кем сражаться. Давайте уменьшим. Прикольный корабль, конечно, построен. Фиг ты нормально к нему приделаешь. Что это такое? Смарт-угл железа? Это, по идее, просто... Это украшение. Видите, тут напихано что? Всякие шипы и прочие тупо украшения. А я хочу вот сюда генератор поставить. Энергия 1.45. Ладно, давайте 2. 1.74. И сверху прикроем просто там титаном условно броня. Так, ему понадобится артиллерист. Ему нужен шахтер. Но пускай. Вот, и теперь мы можем взаимодействовать. Отдать приказ и приказать добычу в секторе. Все. В общем, он должен отправляться и потихонечку здесь копать. А мы можем больше по этому поводу не париться. Ну и как видите, у нас с вами сразу попазло железо справа снизу. То есть можно не париться, теперь будет добыча. Из-за того, что это более-менее безопасная территория. И здесь довольно-таки много фрегатов и прочих таких кораблей, которые смогут его защитить. Я имею в виду наш корабль. Корветы там. Так что у нас с вами получится более-менее безопасное здесь у него времяпрепровождение. То есть будет, естественно, потихоньку здесь добывать. А вот лично мне, честно говоря, нужно еще шахтера взять. Так, с этим мы с вами разобрались. Я предлагаю отправляться теперь по следующему заданию. То есть новые возможности. Вот то, что я давно хочу, естественно, выполнить. Давайте вводим координаты сюда. Посмотрим, что там нам с вами дадут. Это можно выключить, чтобы не мешалось. Нравится мне моя система, то, что я спокойно прыгаю. У меня аккумулятор вообще не зайдется. Я могу прыгать сколько хочу. То есть именно этого и хотел. Именно для этого такой аккумулятор и ставил. Даже не аккумулятор, а именно генератор. Там, там что-то открыто. Открыто новая веха, DLC, черный рынок. А, черный рынок. Ну, я так и думал. Привет. Можно вас отлично минутку? А, что нового? Меня зовут Изи. И я обладательница множества разных талантов. Но мне нужен партнер, которому я смогу доверять. И что вам угодно? На пустые разговоры у вас нет времени, верно? Вы мне нравитесь. Люблю тех, кто сразу переходит в дело. Итак, у меня есть для вас работа. Что за работа? Скажем так, мне нужно кое-что заполучить. А кое-кто не хочет, чтобы я это кое-что заполучила. Погодите-ка. Так вы хотите что-то украсть? Ну, почему сразу украсть? Что за черно-белый взгляд на мир? А если украсть, то разве вы не можете себе представить, что нынешний владелец этой вещи ее не достоин? Забрать вещь у ее владельца называется... Украсть. Ну, вообще-то все зависит от точки зрения. Давайте подыграем. Совершенно верно. Итак, вас это интересует. Разумеется, ваши усилия будут вознаграждены. Что за награда? Деньги. Но о конкретной сумме поговорим, когда выяснится, насколько хорошо вы выполните задачу. Согласны? Да почему бы нет? Что нужно сделать? Вот вам инжекторную субсистему. Установите ее на вашем корабле. Она позволяет взламывать кодовые замки контейнеров определенного вида. В секторе таком-то есть контейнерное поле. Мне нужно то, что находится в контейнере, которое вам удастся вскрыть с помощью этого устройства. Ну, кажется, это несложно. Скорее всего, да. Мне интересно, я обязан это делать при помощи ее устройства? Или мне можно будет свое использовать? Мы можем открыть инвентарь. Я уверен, что она дала какую-нибудь шняшку. Шняшка-то где? Я не вижу шняшку. То есть, наши системы, вот они. Возможно, она дала вот это вот. Скорее всего, так и есть. Тут есть нехорошая, крайне нехорошая история с этими контейнерами. То, что вот эти системы, их нужно ставить несъемно. То есть, давайте энергию берем. Если я ставлю это сюда, оно не ставится. Понимаете? То есть, я могу поставить только несъемно. Ну ладно, давайте попробуем. Есть такое у меня подозрение нехорошее, что, скорее всего, сейчас кто-то прилетит. Попытаемся взломать. Ну ладно, он достаточно слабый, то есть, тревоги нету. Есть, хорошо. Фиговые системы. Это прям даже не смешно. Так, я предлагаю еще второй такой слабенький. Но вот эти поля контейнеров, это какая-то отдельная история. Блин, то есть, вообще что-то непонятное. Как это пришло разработчикам в голову? Что-то типа этих самых... Ну, точек, где как раз забирают свои посылки. Ладно, взломуем. Так, обнаженная не опасная попытка взлома защиты, и протоколы работают. Убирайтесь, ворюга. Убирайся, ворюга. Ничего не происходит. Ладно. Ну давай, этот взломаем. Окей. Трансформаторы. И задач... А, еще загадочная посылка. Именно для этого я оставил этот самый грузовой трюм, чтобы было куда складывать. Занимайтесь своими делами и ждите, пока Изи свяжется с вами. Ладно, хорошо. Вот здесь вот, вот в этой точке, я нашел интересное местечко. А именно, там, логово контрабазистов. И я так понимаю, что, ну, там можно сделать пару вещей. Снять отметку краденое. Ну, или, например, краденое украсть. Ну, продать там, собственно говоря. Она со мной связывается. Давайте встретимся. Так, все получилось. Минус 444, 38. Хорошо. Просто никогда не пользовался этими системами на взлом. Ну, ладно, хорошо, заберу свою посылку, окей. У вас есть доступ к моему грузовому отсеку? Ну, конечно, как все прошло. Легко и просто. Я так и думал, что вы лучше всех подходите для этой задачи. Результатами я вполне довольна, так что вы мне еще пригодитесь. А если я не собираюсь вам больше помогать? Ну, что за глупости вы говорите? Устройства для взлома замков можете оставить себе. У меня еще есть такие. Вот ваше вознаграждение. До связи. Сколько там? 50 тысяч кредитов. Ну, как и договаривались. То есть, это просто учит, как взламывать, вот и все. Что-то у меня там на почту пришло. Кавалеры? Это опять от Изи. Привет, мне от вас кое-что нужно. У меня случилось маленькое недоразумение с синдикатом так называемых кавалеров. Они как будто хотят избавить галактику от пиратов и ксатанов. Хотя, мне лично кажется, что им просто нравится драться. Допустим, я у них кое-что позаимствовала. И теперь им взбрело в голову меня выследить. Я уже готова отдать им это кое-что обратно, лишь бы от меня отстали. Но вот близко с ними общаться мне что-то не хочется. А то мало ли, их представитель назначил мне встречу всех третоком-то. Встретитесь с ним вместо меня и обо всем договоритесь, и я в долгу не останусь. Ну, хорошо. Хорошо, ладно, полетели. Это мне по пути или нет? Кавалеры. Нет, это мне не по пути, но ладно, все равно слетаю. И да, у меня сейчас проблема с энергией, потому что я установил несъемно вот этот вот тень инжектор. И мне теперь нужна станция, рядом с которой я могу ее скинуть. Потому что это, ну, просто меня на самом деле раздражает. Так, может быть здесь будет. Ну, как вариант, давайте сюда. Приветствую. Чем вы можете нам помочь? Я от Изи она приносит свои извинения. Работаете на эту мелковоровку? Да не совсем. Тогда почему вы за нее сражаетесь? Я не знаю. Эта девица из всех вьет веревки. Она говорит, что хотела бы вернуть украденное. Ей кажется, будто мы так просто спустим ей это дело с рук. Да? Нет, так не пойдет. Вы должны будете сделать для нас еще кое-что. Что именно? Один наш капитан, теперь уже не наш, дизертировал со своим кораблем и экипажем и намерен перейти на сторону другого синдиката, так называемого коммуны. Нам нужно, чтобы предатели были наказаны. Где их искать? Насколько нам известно, коммуна не приняла их с распростетыми объятиями. Там опасаются, что это может быть ловушка. Им велели ждать решения в секторе таком-то. Видите ли, отношения между нашими синдикатами довольно напряженные. Если я их накажу, вы оставите Изи в покое. Если вы любыми средствами помешаете им присоединиться к коммуне, мы оставим Изи в покое. Разумеется, при том условии, что она вернет украденное. Ну что, посмотрим на них. Крутой мародер. Рыбка клюнула на наш фальшивый сигнал о помощи. Считайте, что вы уже... Блин. Не та локация? Что вы уже трупы? Это не та локация. Ладно, рубим. Черт. Ладно, щиты справятся. Гасим их. Щиты у нас хорошие. Нужно поставить прикрытие. До свидания. Вот именно для этого мы с вами летали и строили новый корабль. Летали, собирали на Анит и прочее. Чтобы можно было раскидать вот этих пиратов. Потому что на старом корабле мы бы этого не смогли. Нам бы сейчас было очень больно. Ну помните, как мы убегали. Что с нами просто делали? Ну там что-то вкусненькое. Все? А нет. Вон еще один красавчик. А что ты такой крутой и сваливаешь? Спокойно. Вот, теперь все. Но они нас очень хорошо сглушили на самом деле. Я... Подожди. Что это за задание? 454-41. 45. А! 451-45. А где он? 454-41. Вот он, он спрятался за линией. Все понятно. Ладно, хорошо. Тут просто тот же восклицательный знак был. Ну то есть... Зов о помощи туда-сюда. Но как понимаете, были просто пираты. Зато вон вкусняхи. Пошли собирать. Системы это просто... Просто шикарно. Если это будут системы. Сдвоенная автоматическая пушка прикрытия. Ну понятно. Здесь очищающий рудный лазер Прайм. Это ж просто шикарно. Я от такого не откажусь. Ну а вот и он. Кто вы? Вы не из коммуны. Меня прислали кавалеры. Мы с экипажем никогда к ним не вернемся. Мы собираемся вступить РД коммуны. Это миролюбивые и справедливые люди. Они готовят революцию, которая сделает галактику лучше. Миролюбивые. Я не могу этого допустить. А вам то что? Кавалеры угрожают моему другу. Вот видите, как я и говорил. Они жестокие и склонны к насилию. Мы же хотим вступить на путь к миролюбию. Но видимо для этого придется убить вас. Ой господи. Миролюбивые вы наши. Революционеры. Какие вы революционеры, господи. Иди сюда. Ну как-то так. Занимайтесь своими делами. Мне вот это нравится. Занимайтесь своими делами. Так, она связывается с нами. Я вернула кавалерам то, что у них подзаимствовало. Но все равно они мне не нравятся. Хотя и коммуны ничем не лучше. Все такие себя миролюбивые. А на самом деле стремятся к власти над галактикой. Будьте с ними осторожны. Это могущественный синдикат. Но если поступать с умом, можно стравить кавалеров, коммуны друг с другом и хорошо на этом заработать. Вот вам кое-что от меня. Что там такое? 50 тысяч кредитов. Спасибо большое. Океюшка. Я могу отправиться наконец-то к своей червоточине-то, а? Один что-то. У нас с вами еще одно письмо. Рискованное дело. Опять от Изи. В прошлый раз мне очень помогли. Так что я решил предложить вам еще одно задание. Есть один синдикат. Он называет себя семья. Которая иногда нанимает для своих нужд третьих лиц. Я взялась кое-что для них сделать. Но похоже поторопилась. Пожалуй, это может быть слишком опасно. Но и на попятную пойти нельзя. А то семья будет крайне недовольна. Но вы-то вполне могли бы это провернуть. Летите в казино в секторе 45. Ну понятно. Таком-то и заберите там посылку. Вознаграждение от семьи можете оставить себе. Мы к семье еще вернемся. У меня сегодня есть желание. Очень большое желание. Сгонять в червоточину. И глянуть что на той стороне. Кстати, находясь в любой точке галактики. Мы с вами всегда можем переключиться на корабль. То есть нам просто выбрать нужно тот сектор, где он находится. И можно просто переключиться на судно. Но что, риснем? Это будет крайне обидно, если мы сейчас с вами погибнем. Такое бывает. Ладно, полетели, глянем. Смотрим. Ага. А это, кстати, очень хорошо и очень удобно. То есть мы с вами вот таким образом. Давайте-ка поставим сюда заметочку. Пускай это будет вот так вот. И это будет у нас с вами есть. Вы хотите линия? Добавить заметку. Вот так вот. Это прям очень круто. Просто сами понимаете. Вот это вот лететь, это очень долго. А отсюда прыгнуть вот туда. То есть это, ну как бы, половина пути. А может быть еще какая-то червоточина рядом есть. Но прямо сейчас можно просто вернуться. Ну и на самом деле выполнить задание. Ну-ка, принять посылку на борт? Ты от Изи? Она предупреждала, что ты прилетишь. Надеюсь, тебе можно дверять. Вот ее посылка. Смотри, не вскрывать. Не терять. А в чем прикол-то мне, интересно? Почему ей не по зубам это задание-то-то? Мне прям безумно интересно, что там сейчас произойдет. То есть на нас опять нападут? Ну, сейчас сами понимаете, у нас. Американцы называют такой корабль оверкилл. То есть, чересчур сильные для таких заданий. Ну, зато легко. И нету риска умереть. Ну-ка. Говорит грузовая инспекция. Предъявите груз на борту для досмотра. Хе-хе-хе. То, что я везу, вас совершенно не интересует. Что? Шутки шутить вздумали. Немедленно предъявите груз. Я работаю на семью. Вот, значит, как? Чем докажете? Пять тысяч кредитов вам хватит в качестве доказательства? В общем-то, я взяток не беру. Но я с семьей связываться не собираюсь. Так что давайте сюда. Деньги летите, куда летели? Нормально. По-нашему, ладно. Эту русскую игру делали, мне интересно. А куда мы летели? А летели мы с вами вот сюда. Торговая фактория. Ну, это типа вот как раз нам показано, как все это будет работать. То есть, какой-то фрегат слишком близко к вам подлетает. Это черный рынок имеется в виду и вот эти вот нелегальные грузы. И он вас сканирует. То есть, для того, чтобы он вас... Точнее, если он вас просканирует и у вас что-то есть, он это, естественно, найдет. И вам нужно что-нибудь интересное. Типа вот... Нет, это не то. Подожди, это дальность зарядки. Вот типа... Хе-хе-хе. Возможно, я это скинул. Обменял на что-нибудь. А вот он. Предотвращает штраф, да. Стабильность 30%. Помогает избежать штрафа во время проверки. Вот такие штуки нужны. Ну, естественно, получше качество. Ну, или, например, лицензия на перевозочку чем-нибудь незаконного. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, насколько это выгодно. Давайте, передаем. У тебя для нас посылка? А, да, ты изи получается. Отлично, давай мы примем твой груз. Спасибо. Все? Мы получили 15 тысяч. Посылка доставлена. Вы мне, правда, очень помогли. Семья ничем не лучше, чем кавалеры или коммуна. Они в чем-то тоже замешаны. Я им ни капельки не доверяю, но речь идет о хороших деньгах, так что жаловаться не приходится. До скорого. Честно говоря, деньги говном. Но она мне 50 тысяч перекинула. Это прикольно. Ладно. В общем, вот такие заданницы у нас с вами сегодня. Слетали через червоточину. Нашли, что она ведет очень классно вот сюда. Тут, кстати, еще одна червоточина. Хм. И ведет она куда-то. Но это не она ведет. В общем, куда-то она ведет. И было бы прикольно глянуть куда. Но это уже будем смотреть позднее. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok